Тщательно промывать каждую сетку, каждый фильтр, это теперь их еженедельная работа. Дорогущий, а его стоимость около 12 миллионов рублей, светомузыкальный фонтан, дирекция благоустройства просто вынуждена останавливать регулярно. Теперь, как его принято называть технически сухой фонтан, сухой по-настоящему. Местные жители постарались. Обычные предупреждения почему-то на них не действуют. Хотелось бы обратиться ко всем жителям города. Я уже обращалась неоднократно. Быть внимательнее, более бережно относиться к тому, что есть в нашем родном городе. Не бросать туда мусор, приучать к этому детей, объяснять им необходимость всего этого. Детские игрушки, остатки еды и даже чайные пакетики. А потом вот это все зеленой жижей забивает электронику. Такого вандализма этот красавец фонтан за два года не видел точно. При засоре фильтров срабатывает датчик уровня воды. И он автоматически уходит в защиту и отключается, чтобы не погорели насосы. Здесь еще установлен автодолив, который при срабатывании датчика, он автоматически подает сигнал. И вода автоматически должна доливаться. Но не хватает все равно уровня. Половина выдувают, половина, честно, грубо, носят дети на себе. Его объем 136 кубометров. А это значит сутки на слив воды, сутки на ремонт, сутки на набор. И только после этого фонтан снова станет музыкальным. Но вряд ли тем, кто мусорит, понравится, если мелодии начнут звучать соответствующие их поведения. Например, реквием Моцарта. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!